Новый год. Время волшебства. Сейчас столько всего захочется пересмотреть. Боже, я испытала кринж просто. Кринж, кринж. Пу-пу-пу, пу-пу-пу, пу-пу-пу-пу-пу. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Всем привет. Это подкаст о 17 в 30. Christmas Edition. Специальный новогодний выпуск от Даши, Христофора и Данила. Всем привет. Всем привет. Данил, говори привет. Говорю всем привет. Это World 2, second part. Замечательный декабрь. На дворе. Холодно. Уже пахнет мандаринами. Пахнет глинтвейном. И подступают, подгорают дедлайны. А мы, судя подкастов Red Barn, пишем праздничные выпуски. По традиции все рабочий график. И что, собственно, хочется сказать. Уже то время, когда пора бы оплатить подписки на всякие сервисы. Или, может быть, скачать на энных ресурсах себе новогодние фильмы. Или выписать все самое интересное из телепрограммы. В смысле? Вы так не делаете? Типа, листаешь программку. Ага, вот тут у нас в пять вечера будет Робокоп. Составить себе этот... Канье, да. Блин. Расписание. Теперь захотелось Робокопа-то пересмотреть. Ну, слушайте, мы сейчас... Сейчас столько всего захочется пересмотреть. Мы сейчас живем в такое время, когда уже не нужно составлять себе расписание. Ведь вы помните, ну, не знаю, застали вы или нет. Наши родители точно застали этот замечательный период, когда ты спешишь домой с работы или с учебы, потому что ты знаешь, что в два часа будут твои любимые мультики или твоя любимая передача. Я бы знаю, что Христофор спешил на мультик Ээй Арнольд. Арнольд. Джеки Чан откуда вообще вылез? Приключение Джеки Чана. Да, по СТС. Приключение Джеки Чана был по СТС, а Арнольд, это классика. Я его не ждал, я им жил. Ну, подожди, Джеки Чан же не новогодний мультик. Вообще ни капли. Стоп, стоп, стоп. Это новогодний мультик. Новый год. Двенадцать символов китайского Нового года. Кстати, а этот год, который наступит, он будет год кого? БК. Следующий. А не сейчас год БК? Нет, это будет год БК. А сейчас какой год? Потому что, смотри, я родился в год БК. Значит, сейчас? Плюс двенадцать, это... А, да, тех, у кого четыре в этом году. Да. Точно. А сейчас какой год? Крысы? 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 Не, Хаунсу. По-моему, год крыс. Ответил на оригинале. Ну, в основном. Понятно. Ладно. Сегодня мы с ребятами будем говорить о наших любимых рождественских и новогодних фильмах и о том, что любят смотреть наши слушатели. Так что не переключайтесь. Кстати, я хочу внести небольшую ремарку. Год БК сейчас. Так я же так и сказала. А следующий, который вот надвигается, 2022-й, год тигра. Что за тигр этот год? Градущийся тигр, притаившийся Новый год. Боже, это похоже на как будто какая-то тачка очень дорогая. Мы можем вообще подкаст записать, где я буду 40 минут просто сидеть и... Кайф. Какой-то, я не знаю, какая машина так заводится. Какой-то ягуар просто. Ягуар. Дедовский жигуль. Это ваш ягуар на входе стоит. Я допью. Одна из моих любимых шуток. Боже, что-то испытала кринж просто. Кринж. Кринж. Говори на нашем языке. Кринж момент. Испанский стыд. Спаниш. Шейм. Шейм. Шейм, да. Ладно. Я думаю, вы на старославянском разговариваете. Да, но с Накейли и Мефодицы. Боже, мама, прости. Ладно. Фейс-пал. Фейс-пал. Вот сейчас был кринж. Даже моя мама испытала кринж, я уверена. Кринж наш. О, боже. Unstoppable. Давайте уже наконец-то поговорим о том, ради чего мы собрались, и наши слушатели тоже собрались. Любимые фильмы. Вот какие фильмы вы больше всего любите смотреть на Новый год? Давайте каждый по топ-3, топ-5. По топ-35, я бы так сказал. Ну, давай топ-3. А то сейчас до вечера будем сидеть. Конечно, да. Эти фильмы можно смотреть на любом канале, любого телевизора. Новости? Практически. Это Иван Васильевич меняет профессию. О, деды подъехали. Да, это настолько олдскул, но он настолько прекрасный, бриллиантовая рука, и, конечно же, самый новогодний, это... Представляешь, вылетело из головы? Ирония судьбы или с легким паром? Нет, это про... Три белый коняй, и табри инварь. Там Леонов играет главную роль, играет бандита и учителя в детском саду воспитателя одновременно. Джентльмены удачи. Точно. Я вспомнил с трудом. Блин, а я вот к своему саду все эти фильмы мало смотрела. Естественно, Иронию судьбы мы все смотрим, это с молоком мастери, но, опять же, мне кажется, этот фильм никогда не смотрел от начала до конца. А вот Иван Васильевич меняет профессию, я тоже смотрела отрывками, помню только, это же там была, что там песня про копье. Кап, 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 из каких-то глаз. Было, было, да. Было такое. Про копье. Да. Слезы капают, это копье. Я помню. Нет, слезы капают, там куда-то на копье. Ну, понятно, с тобой, но я тобой горжусь, Дань, ты патриот. Как у вас патриот. Угу. Что насчет тебя? Первый, который на ум приходит, это Турбомэн. Это просто шикарный Турбомэн первый раз слышу. Рождественский фильм с Арнольдом Шварценеггером по сюжету. Это работящий человек, который максимально загружен своей работой, и он обещает постоянно сыну прийти на его матч, по-моему, везде-везде вот успеть, но нифига нигде не успевает, естественно, из-за своей работы. А чем он занимается? Чем-то очень важным. Чем-то очень важным, да. Ты тоже смотрел? И много занимающим по времени. Вот. И по сюжету фильма он обещает своему ребенку приобрести в подарок Турбомэна. Это игрушка, которую хотят абсолютно все дети. И он, естественно, об этом забывает и вот в этой вот суете новогодней пытается найти сыну игрушку. И тут начинается самое-самое интересное. Это просто потрясающий фильм. Потому что она остается одна на весь торговый центр. Вот это Пабло. Да. И он за нее дерется с кем-то? Со всеми. Столько желающих ее приобрести. Казалось, столько людей работают допоздна и обещали своим детям именно эту игрушку. Да, такие дела. Я в прошлом году пересматривал этот фильм, и концовка этого фильма мне кажется настолько сильной. И я, в общем, плакал в прошлом году, когда смотрел этот фильм. А, ну мы без спойлеров, да? Да. Мы без спойлеров нашим слушателям советуем хорошее. Кинчик хороший. А мы советуем или просто делимся чем? Нет, ну слушай, если вот, допустим, вы мне так рассказали, очень делишес, всю эту информацию, мне захотелось посмотреть. Я уверена, что нашим слушателям тоже захочется посмотреть что-то, что мы сегодня будем обсуждать. Ну и плюс Шварценеггер, которого я не очень люблю, в этом фильме у меня в себя. В себя? Наоборот. Влюбил в себя? Меня? В себя? Нет, себя в меня. Ты, я, юмми. Короче, он, юмми. Он крутой. Трудности с местоимениями у Христопора сегодня. Второй фильм – это «200 сигарет» с молодым Беном Аффлеком. Это что, новогодние фильмы? Да, да. Они, я не помню, по-моему, с Мэтом Дэймоном собирается на какую-то рождественскую тусовку, и сюжет завязывается вокруг «200 сигарет». Это получается у нас... 200 сигарет? 200 сигарет. 10 пачек. Там какой-то новогодний сеттинг, да? Да, новогодний сеттинг. Естественно, все стремятся на рождественскую тусовку. Фильм с камерной такой атмосферой, очень много персонажей. В целом, посмотреть можно, особенно в компании. Допустим, если вы готовите и на кухне включить фоном – классно. А там есть любовь? Очень много любви. Очень добрый. Коренью, как минимум. Ну, и еще один фильм – это «Ночь на земле». Фильм поделен на 5 частей с разными историями. Там, по-моему, нет никакого новогоднего сеттинга. Но почему его приятно будет посмотреть на Новый год? Потому что атмосфера сближения. То есть в каждой части один из главных героев обязательно таксист. И он везет абсолютно разных людей по их делам. И на фоне всего этого разворачивается какой-то интересный сюжет. Мне лично запомнился сюжет из Хельсинки, где таксист везет трех выпивших друзей. Поэтому, наверное, это и отсылает к Новому году. И каждый из них рассказывает свою умопомрачительную историю о том, что с ними вообще происходит в этом мире. Это, типа, действия происходят все время в одном месте? В тачке? В разных тачках. По всем концам этого мира. То есть ты прям по камерному кино врываешься, я понял. Слушай, это прям, да. Я вообще впервые в жизни слышу о таких фильмах. Согласен. Ну, на самом деле, Турбомен и 200 сигарет для меня это классика. А здесь я думаю, блин, ну, по любому иронию судьбы, но кто-то ее уже назвал. Поэтому решил еще немножко подумать. А ты прям любишь иронию судьбы? Нет, я вот точно так же, как и ты, видел ее урывками. Но если собрать все мои новые года в единый пазл, то я по-любому видел этот фильм полностью. А так и есть. То есть ты листаешь канал и находишь... Там везде она идет. Да, идет. Ирония судьбы. Ты такой, оп, реклама. Листаешь дальше, а там вот продолжение стало моментом, но ты уже по-другому каналу. Очень интересно, как это получается. Я никогда не понимал этого. Мне кажется, это какой-то телевизионный заговор. Да, скорее всего так и есть. Ну, у меня все по классике. Я думаю, что вы не удивитесь моим предпочтениям. Мой самый-самый-самый любимый фильм, который я смотрю каждое Рождество, это «Отпуск по обмену». Я знаю его наизусть. Очень многие люди любят этот фильм. Если вы вдруг не знаете его по сюжету, есть две девушки, есть два парня. Девушки меняются домами на Рождество. Одна уезжает в Л.А. Другая уезжает, собственно, в Сэрри. И у них там у всех разворачивается какая-то прекрасная любовная история. Я всегда плачу, когда смотрю этот фильм. Он такой атмосферный. Там вот прям, как мне кажется, по канону есть все необходимое для Рождества. Там есть рождественские песни классические. Моя самая любимая это «Have yourself a merry little Christmas». У меня, кстати, была мечта в прошлом году. Я каждый год мечтала, что спою эту песню, выложу в Инстаграм или сыграю на фортепиано, просто запишу. И я только в прошлом году наконец-то, ну вот на прошлый Новый год, который был, наконец-то осуществила эту мечту. Так что, да, в этом фильме есть все самое классное. Классные актеры, там везде красивая зима, есть новогодняя какая-то еда рождественская, есть вот этот вайб, что меняется жизнь в этот период, ты ждешь чуда. И есть Рождество. Есть Рождество, да. И, в общем, конечно же, там есть любовь. Это история со старичком, который оскароносный режиссер, сценарист. Она меня очень трогает, когда он там поднимается на сцену. Я всегда плачу, потому что там такая музыка воодушевляющая. В общем, да, я его очень люблю. Еще один мой любимый фильм, тоже, в принципе, достаточно банальный выбор, на мой взгляд, но я его безумно люблю. Это «Четыре Рождества», где Рис Уизерспоун и актера зовут Вин Свон. Я все время забываю, как его зовут. О, кайфовый. Да, Вин Свон. Они типа пара, которые живут как бы не по канону, то есть они там не спешат выходить замуж, не спешат жениться, занимаются всякими интересными активностями. В общем, такая как бы кажется, что идеальная пара, но они избегают семейных отношений. Вот им не удалось избежать, значит, Рождества с семьей, и они туда едут сначала. В общем, почему «Четыре Рождества»? Потому что они сначала в доме отца его, потом в доме матери его, потом у ее родителей тоже, соответственно. И прикол в том, что они вроде сначала отрицают все семейные ценности, ненавидят свои семьи за то, что они доставили им каких-то трудностей в детстве и в юношестве. Но в итоге семейные ценности все равно побеждают, и они в конце, в общем, очень классно воссоединяются. И, в общем, очень атмосферный, милый, добрый фильм, смешной, с классной такой вот Christmas vibe атмосферкой. Так что люблю его. Вот. А еще, конечно же, по классике каждый год я смотрю «Реальную любовь». Замечательный фильм, который стоит смотреть. Вот, там тоже все прекрасно. Очень люблю, кстати, фильмы, в которых вот много разных сюжетных линий, которые в итоге сплетаются в какую-то одну историю. Что все там, каждый из них как-то через какое-то количество рожекопожатий связанных с другим. Это прикольно. Вот. Плюс такой, конечно, британский акцент у этого фильма очень сильный. И там очень прикольно, кстати, высмеяли американцев. Британцы заметили? Вы видели этот фильм? М-м. Конечно же. Конечно же нет. Господи. Конечно же нет. Ну да, понятно, с вашим набором боевиков и всяких там терминаторов. Что за вот эта вот стереотипщина началась? Ну, это факты голые. Я вот тебе сейчас как фильм посоветую, который тебе понравится. Да я не спорю, что у вас классные фильмы. Я просто говорю, что учитывая, что вы смотрите примерно один и тот же жанр, вряд ли вы смотрели «Реальную любовь». Я люблю ром-комы. Я смотрел «Когда Гарри встретил Салю». А, ну это прям вообще... Это канон. Ты по древности. Это канон. Ну и мой еще один любимый фильм, который я, кстати, недавно начала пересматривать, потому что я о нем внезапно вспомнила. Это фильм «Снежная королева». Он был снят где-то в 2004 году. Там история, ну, как и сказки, да, есть Кай, есть Герда. Фильм американский, сделан очень красиво. Там играет Бриджит Фонда в роли «Снежная королева». Очень красивая женщина. Вот, очень трогательная такая сказка. Я советую ее всем, кто любит сказки, кто любит сказки экорнизированные в виде фильма. Вот, там очень классно обыграны времена года. Все очень стилизовано. Там очень трогательная музыка. В принципе, очень трогательная история. Я тоже всегда плачу. Прямо вот аж ком у меня в горле всегда, когда там вот развиваются события, играет какая-то музыка. И Герда, которая ищет Кая, преодолевая какие-то трудности. В общем, он как бы, по сути, не про Рождество, не про Новый год. А про то, что парней надо добиваться. По то, что парня надо спасать, потому что им какая-нибудь херня попадет в глаз. И все, потом еще его свищи. Целый год она его ищет по всем временам года. Вот, да, то есть этот фильм не совсем про Новый год. И там нет каких-то традиционных рождественских атрибутов от слова совсем. Но он почему-то меня очень греет и согревает именно в зимний период. И вот в прошлом году я его пересматривала. И всем советую. «Снежная королева» Бриджитфонда. Пожалуйста, гуглите. Прямо сейчас, мы подождем. В общем, такая история у меня с фильмами. Также, помимо фильмов, я люблю пересматривать рождественские эпизоды своих любимых сериалов. Вот это просто. Как же это потрясающе. Да. Когда ты вот можешь не пересматривать весь сериал, а просто окунуться. Да, новогодний спешл. Еще очень многие сериалы отдельно выпускают какие-то рождественские спешлы. Мне кажется, это очень крутая идея. Именно поэтому я решила, что и нам с вами стоит сделать рождественские спешлы, потому что это какая-то такая история, которая вроде бы как бы есть какой-то контент, и ты делаешь дополнительную какую-то фишечку именно под рождественское новогоднее настроение. Тогда в продолжение темы. По одному сериалу, чьи рождественские выпуски вы пересматриваете? Я, к сожалению, не смогу создать всего один, потому что у меня их как минимум три. Надо. Я назову три. Я очень люблю все рождественские спешлы друзей, потому что это отдельная история. Я очень сильно люблю рождественский выпуск сверхъестественного. У них есть выпуск, который называется «Сверхъестественное Рождество». Это когда, если кто фанат, знает, что Дин собирался отправиться в ад, и это было последнее Рождество, которое он должен был отметить с Сэмом. И эта серия очень трогательная, они обмениваются подарками, у них даже есть подобие ёлки, потому что в фанате сериала знают, что эти люди не празднуют какое-то каноническое Рождество, но именно в этот год они решили отпраздновать по всем традициям. И я очень люблю этот выпуск, где в конце они пьют гнок и желают друг другу каких-то там рождественских, не знаю, пожеланий стандартных и обмениваются чувствами. Это очень трогательная вещь. Ну и ещё один эпизод рождественский, который я люблю, это все рождественские серии «Дневников вампиров», потому что там всё по классике. Ёлочка, какие-то мероприятия, обязательно какой-нибудь злодей, который нападает на них, и они борются с ним, и в общем, очень прикольный. Там есть рождественский выпуск, на котором у них очень всё плохо. Там кого-то убили, кого-то украли, у кого-то что-то отняли, кто-то там в рабаху какой-то злой бабы в последнем сезоне, но Кэролайн всё равно решается поставить ёлку и праздновать Рождество. Во что бы то ни стало. Даниил. Я хотел чуть-чуть оттянуть этот момент. Стой, я могу назвать один сериал или мне нужно выбрать один эпизод? Один сериал. Ну, можешь не один. Я нарушила все правила, можешь сколько хочешь говорить. Ломай рамки. Правило не для тебя. 2021 выпуск. Так, но... Номер один. Опять же, это зависит от настроения, которое у меня появляется. Обычно я новогодние спешалы пересматриваю в 20-х числах, то есть за недельку примерно до Нового года. И чаще всего это Симпсоны. Просто вот как есть хэллоуинские выпуски. Симпсонов, да. Да, то же самое с рождественскими. Просто с первого, со второго, с третьего, с четвертого, с пятого, по-моему, эпизода сезона начинаются они. И до конца так смотришь, 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 смотришь. Просто фоном даже. Ты видел это тысячу раз. Если настроение у меня, скажем так, мягко говоря, не очень, это рождественский выпуск Доктора Хауса. Это третий сезон, где, по идее, Рождество. Что-то должно быть хорошее, хороший посыл. А у него в этой серии начинается замес с полицейским, который портит ему жизнь вплоть до конца сезона. Вот. Такой рождественский выпуск есть. Но вот, пожалуй, я остановлюсь на этих двух. Я потом не помню, есть ли в сериале «Как я встретил вашу маму». Ну, конечно, есть, есть, конечно. В клинике очень классные рождественские выпуски. Вы помните тот, где Джей Ди был в роли Гринча, по-моему? Да, 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 да. У него губа еще классно похожа отвисала. «My Personal Jesus» называется эпизод этот. Если кто-то хочет пересмотреть, гуглите «My Personal Jesus». Или можете пересмотреть всю клинику просто. Почисающийся. И теперь твоя очередь. У меня все просто лично для меня. Для меня это все рождественские выпуски «Арнольда». «Арнольд» — это мой любимый мультсериал. И «Жизнь Луи» — это классный тоже мультсериал, который снял классный комик Луи Андерсон. Кстати, интересный факт обо мне. Луи Андерсон оставил комментарий под коллажом, который есть у меня в Инстаграме. Ничего себе. А он старый, молодой этот комик? Ему за 50 точно. Ничего себе. Христофор — суперзвезда. А ты выложил потом отдельный пост с этим комментарием и коллажом? Нет. Или в сторис хотя бы записал? Нужно будет устроить рождественский пост. Вот у христиан Иисус Христос — суперзвезда у католиков, а у нас Христофор — суперзвезда. Мерси. Мерси. Все так. Кстати, хорошо, что ты сказала про доктора Хауса. Я тоже люблю их рождественские эпизоды. Но вот у кого очень классные рождественские спешлы, так это у британских сериалов. Например, у «Доктора Кто». Все рождественские серии «Доктора Кто» — это прям отдельная история, которая не связана с основной линией сюжета. И мой любимый, я не помню, какой это сезон, там уже Дэвид Теннент, и у него появляется новая подружка, одна из моих любимых актрис. Кэтрин Тейт ее зовут, по-моему. Кэтрин Тейт. Ты прям знаток. Я люблю доктора Кто. Я визуально просто их отличаю. Помню, какой был раньше, какой был позже. Я просто большая фанатка Дэвида Теннента. Дэвида Теннента. Дэвида Теннента. Короче, вы поняли. Дэвида Тейт. Да. И Кэтрин Тейт. Поэтому я люблю этот. И еще классный рождественский спешл был у доктора... Не доктора, господи, скажи мне. Доктора Тирси. Шулака Холмса. У Шулака Холмса, который британский, с Кембербэтча. Кстати. Это же вообще, в принципе, новогодний сериал. Да, в принципе, история Шулака Холмса, кажется, как будто бы всегда происходит зимой. Так они же вроде его и выпускают. В Новый год. А, точно, помню, да, в какие-то годы мы прям ждали, что он выходит. Но там прям есть отдельный, по-моему, рождественский как раз-таки эпизод. Я не помню точно, как он называется. Но точно есть, да. А там еще какая-то женщина в таком платье была, в свадебном, какая-то полумертвая. В общем, да, пересмотреть надо. Там, кажется, есть какая-то история. В общем, да, поэтому рождественские спешлы. Я, кстати, расскажу из-за немножко кринжовую историю. Я на прошлом карантине сидела дома очень долго, как и все мы. И я играла много в Sims. И у меня есть мой Sims-сериал про вампиров, естественно. И у них там, конечно, лютый замес. Там у них драма на драме, драмой погоняет. Но я решила сделать на прошлое Рождество рождественский спешл, в котором у всех все хорошо. Он очень драматичный. Я его задокументировала и, кстати, отправила подружкам на просмотр. Ну, это сложно, наверное, выкладывать мой сериал, потому что он очень разрозненный. И как бы я могу его пересказывать как историю, потому что там такой замес. Я вот парня, с которым вы меня заставили сходить на свидание, по вашему челленджу склеила, благодаря тому, что рассказывала про свой сериал. Он вытерпел. Он уже тогда показал себя достойным человеком в моей жизни. Мне кажется, тебе стоит стать стримером на свече. Будешь стримить в Sims. Вот, кстати, да. Почему нет? Ну, кстати, да, могу. Но я уже давно нормально не играю, потому что я вот создала эту целую вселенную вампиров. Там семья, и как бы у них перипетии всякие. Но, конечно, я сейчас не могу себе позволить играть так долго, поэтому я максимум захожу, переодеваю в своих симах и ухожу. Кстати, по играм кто-нибудь играет? А есть рождественские игры? Ну, может быть, как традиция. Ну, я только в Sims играю, в принципе. Игра, которую можно пройти перед Новым годом, чтобы поверить в чудо, в что-то хорошее, испытать заряд положительных взрывов, положительных эмоций. Игра называется To the Moon. Вот, на Луну. Вот такая простенькая. Даже не читайте описание, просто скачайте, начните проходить. У вас уйдет не больше трех часов на прохождение, а впечатлений потом на целый год, и вы будете, как я, рыдать в конце и советовать всем-всем-всем подряд пройти эту игру. Кстати, а Гарри Поттер довольно рождественская игра, мне кажется. И фильм. И фильм. Но, опять же, не все. Мне кажется, что самый рождественский – это именно первые две части. Потому что там дальше с каждой частью все темнее и мрачнее. И там вроде как бы есть Рождество у них, да, они празднуют, ну, потому что время года. Но уже не такое праздничное. Ну, как-то оно как будто бы, да, теряется. Как будто их заставили. А вот в первой, там прям вот именно атмосфер рассказки, снежочек, как-то все так, и такая музычка, и все как-то. Ну, и вторая, соответственно, тоже, потому что они еще относительно молодые. Вот я Гарри Поттера, помню, в прошлом году прям пересматривала. Но Гарри Поттера нельзя пересматривать просто две части. Ты пересматриваешь Гарри Поттера всего. А у меня Гарри Поттер ассоциируется с Новым Годом из-за вирусного ролика на Ютубе, по-моему, 10 лет назад, когда Новый Год, время волшебства. Я думаю, что Данил должен помнить этот ролик. Ну, тогда я скинул. Я никому ничего не должен. О-о-о, как заговорил. Я еще подумала о том, что «Властин колец» хотелось бы почему-то сказать рядом с Гарри Поттером. Но это вообще, по-моему, не рождественская история, да? Я вспомнила. Когда я была мелкая, я очень любила мультики про Барби. Я вам рассказывала. И есть один эпизод, ну, один мультик, одна часть Барби, который называется «Барби и щелкунчик». И там максимальная рождественская атмосфера, потому что, в принципе, история «Щелкунчика» как раз-таки происходит, вернее, во время Рождества. И в том году я увлеклась еще балетом и пересмотрела «Барби и щелкунчик», да, 27 лет. Свой взгляд на жизнь. Да. И в прошлом году смотрела фильм, вышел тоже «Щелкунчик» и «Четыре королевства». Ну, фильм-то, так бы, такой себе, как бы, любителям, как там, ты сказала, зовут «Мегатрон» или как там? Шварценеггер, «Турбомэн». «Турбомэн», да. Конечно, таким людям, как вы, этот фильм вряд ли бы понравился. Но, в принципе, если хочется атмосферы сказки, красивой картинки, красивых актрис, немножко балета, то «Щелкунчик 4 королевства» тоже хороший вариант. Димон, что за балет? Ты грыжешь. Ты не ты, когда голоден. Не тормози. Ну, ну все, пошли рекламные интеграции. А давайте я хотела с вами подумать о том, каким должен быть, в принципе, идеальный рождественский фильм. Что там должно быть? Во-первых, Рождество. Да. Новый год. А я предлагаю определиться вообще с жанром. Типа, это будет мультик или это будет фильм? Ну, мы идеальный выбираем. Ну, мультик и фильм – это не совсем жанр. Жанр – это комедия, там, трагедия. Да-да-да, я ошибся, ну вы поняли, стилистика. Ну, я думаю, что фильм, мы же взрослые, фильм. Да, пускай будет фильм. А если фильм с элементами мультика, как «Космический джем»? Пускай так. По-моему, классно, да? Если ты хочешь добавить каких-то персонажей мультипликационных, то мы не против. Так, Рождество. Комедия? А ну, я думаю, что комедия с элементами драмы. Тогда это ромком какой-нибудь. Нет, ромком – это ромком, это романтическая комедия. А комедия с элементами драмы. Ну, нет, романтическая комедия, они обычно такие сопливые, то есть там где-то вузи-вузи, ля-ля, где они встречаются, там сначала у них что-то не получается, потом получается. Вот тебе и драма. А драма – это когда прям серьезные какие-то конфликты поднимаются. Какая-то прям вот, ну там есть какая-то вот психологизм какой-то глубокий. То есть, допустим, семья долго не общалась, но во имя только Рождество снова заставило их сесть в одну комнату, поговорить, и они поняли, что на самом деле они любят друг друга, они семья, и нужно быть вместе. Вот типа такую драму я говорю. Хоррор добавим? Хоррор? Обязательно. Я обожаю хорроры. Это должен быть дом с привидениями. Ну, призраки, привидения, демонические поселения. Ну, чтобы не одна семья, точнее, одна семья, но несколько поколений. Дед Мороз – мутант. Нет, я не люблю зомби, не люблю мутантов. Хочу призрака, дом с призраками хочу. А, вампир. Может, Дед Мороз – вампир? Ну, Дед Мороз, он какой-то, знаешь, вампир, он такой, это сексуализированный очень образ, а Дед Мороз у меня не ассоциируется с сексом, потому что... Тогда Дед Мороз примеряет семью вампиров, у которых возникли терки. Примеряет? Да. У них семейный кризис. Не очень. Семейный кризис. Так, хорошо. В семье вампиров кризис. И их примеряет... Рождество в целом. Дед Мороз. Что происходит? Санта-Клаус. Дед Мороз – это как образ. Значит, там, если Дед Мороз, там и до Урганта недалеко. Ургант? Нет, Урганта не берем. Почему? Кого возьмем в главной роли? Светлакова. Я хочу Тома Харди. В роли кого? А для фильма можно взять... Я хочу. Я хочу, чтобы в этом фильме был Оуэн Уилсон. Это человек, который у меня максимально ассоциируется с чем-то позитивным и праздничным. А, это такой блондин с сломанным носом. Да. А мне больше нравится его брат. Мне он тоже больше нравится, но... Он не рождественский? Да, он не рождественский. Кстати, его брат играет в еще одном фильме, который я люблю смотреть на Рождество. Это «Привет семье». Видели? Там играет молодая Сара Джейска Паркер и брат Оуэна Уилсона. Не помню, как его зовут. Вот я тоже постоянно забываю. Да, там, в общем, она со своим будущим женихом приезжает знакомиться с его семьей, а там, в общем, ее в семье не принимают. Там вот и такой фэмили буллинг происходит. Вот, и она в итоге остается с его братом, а ее потенциальный жених, в общем, с ее сестрой. Они, короче, обменялись друг другом. Но там очень... Вот это то, что я говорю, как раз-таки, когда говорю драма. То есть там есть, да, семейные отношения. Там одна из героинь в итоге умирает, и все грустят. И как бы следующее Рождество они уже встречают без нее. Но тоже очень трогательный фильм. Тогда можно двух братьев позвать сразу. Да, Дина и Сэма, либо Яна Саммерхолдера и Пола Уэсли. Или Уилсона и Уилсона. Выговорить проще. А Тома Харди не берем? Он будет дворецким. А если мы добавим немножко кантри или гангстера? Куда? В кого? В кого впихнуть вы хотите гангстера? Кантри. Мне кажется, это... Кантри музыка или персонажа? Ну, типа, вампиры, гангстеры, это, мне кажется, более-менее вяжутся, да, а вот вампиры в стиле кантри... Ну, если они просто вот в эпоху сухого закона, допустим, были где-нибудь в каком-нибудь, как в фильме «Самый пьяный округ». А может, вампиры-реднеки? Вот, вампиры-реднеки, такие сельские вампиры, встречаются с сельское Рождество, они там забивают индейку или гуся. И шокают. Да. Вот, у них там самогоночка, и, значит, они... А действие происходит тогда вот где-то на Кубани, получается. Под темриком. Это если бы мы сами снимали фильм, то, да, туда бы поехали. Я думал, мы этим и занимаемся сейчас. Ну, как-то так. Ладно, хорошо, хорошо. Замок, дом с привидениями. Сарай. Ред бар. И реднек. Короче, ладно, давайте сначала. Драма. Красивые мужчины. Рождество. Красивых женщин тоже добавим. Да, надо бы. Оливи Уайлд, пожалуйста. Оливи Уайлд? Одну штучку. Нестандартный выбор, ну хорошо. И Джессику Альбу. Может, на две. Тогда эту мы Харди берем. Я вот забыл ее имя. Она в «Друзьях» играет Рейчел. Дженнифер Энистер? Да, Дженнифер Энистер. Ну, куда же мы без нее? Она греченка просто. Да, она типа, короче, она будет играть мамочку. Своих подтягиваешь, короче. Ну да. Мамочку будет играть. Кумовство. В общем, да. Я прихожу к выводу, что идеального фильма на Рождество просто природа еще не придумала. Это такая солянка получается. Вот. Ну, прикиньте, да. То есть, можно было бы снять в стиле... О, слушайте, у меня классная идея. Вот снимают же фильмы, типа, очень страшное кино. Это где вся компиляция ужастиков. Или, например, мой любимый фильм «Гора». Это турецкий фильм, между прочим, где компиляция научной фантастики. Там «Звездные войны», «Матрица» и вся вот эта история. Надо снять такой же фильм, компиляцию на все рождественские фильмы. И он был назывался «Очень рождественское кино». Я загуглю. А есть такое? Нетфикс, пожалуйста, займитесь этим вопросом. Три персонажа у вас уже есть. Да. Ладно, на этой ноте предлагаю прерваться. Ведь мы приготовили для вас особенную рубрику в этом особенном новогоднем эпизоде. Я предлагаю уже к ней перейти. Мы сегодня обсудили очень много фильмов, которые мы любим смотреть на праздниках, или которые мы смотрели когда-то давно, в детстве. А теперь мы с Данилом хотим посоветовать вам, дорогие слушатели, несколько фильмов, которые вышли в этом году или прошлой зимой, которые стоит посмотреть на тех праздниках, которые будут вот совсем уже скоро. Или перед праздниками разбавьте, наконец-таки, один дома. Дайте ребенку побыть одному дома, а не вашей компании. Да, радует то, что с каждым годом индустрия, скажем так, рождественских фильмов, она развивается, и мы действительно можем уже не пересматривать Гринча или там «Одного дома», как ты сказал, из года в год, а порадоваться чем-то новым, прикольным, приятным. Кстати, новые фильмы следуют современной повестке. Там есть и diversity, и какие-то интересные темы поднимаются, актуальные. Вот и сегодня об этих милых, уютных и действительно запоминающихся фильмах мы с вами и поговорим. Начать хочу с фильма, который вышел в этом году. Он будет доступен на вот уже праздники, которые скоро-скоро совсем наступят. Называется он «Неловимый аромат любви». Всем фанатам дневников вампира большой привет, потому что в главных ролях снимается Нина Добрев. Это девушка, которая играла Елену. В этот раз она неудачливая в любви молодая красотка, которая использует известные сервисы по поиску пар в интернете, но все ее свидания оборачиваются каким-то кринжем. И, в общем, в очередной раз, заходя туда, ей наконец-то везет. Она видит удивительно красивого мужчину. Они начинают переписываться. Она понимает, что все очень классно складывается. Но ее, естественно, у такой героини есть подруга, которая вечно шепчет что-то на ухо. И она ее предупреждает о том, что, блин, это слишком идеально, чтобы быть правдой. Скорее всего, этот парень какой-то не такой, ведь ты его никогда не видела. И, в общем, наша Нина Добрев решается поехать в город, где живет этот молодой человек, чтобы познакомиться с ним лично и, соответственно, провести с ним Рождество. Но, приезжая в город, она, естественно, узнает, что не все так просто. Очень забавный фильм, в котором, кстати, поднимается тема кэтфишинга. Ты помнишь, Даня, что такое кэтфишинга? Кот-рыба. Да, кот-рыба. Кэтфишинг – это понятие, в котором в дейтинговых приложениях люди выставляют себя не тем, кем являются. Являются, да. Поэтому в фильме очень много романтики, очень много юмора. Замечательная, не стареющая Нина Добрев. Очень милая семья. Она реально вампир, походу. Да, походу вампир. Она, кстати, же стала человеком, но это уже для другого выпуска история. В общем, да, фильм очень добрый, милый, с классной музыкой, с рождественскими всякими атрибутами. Ну и плюс завязочка сюжета, хоть и немного банальна, но, тем не менее, она с некоторыми современными вкраплениями. Так что советуем к просмотру эту новую свежую картину. Будем смотреть. У нас вариантов нет. Ну да. Давай дальше. Что там ты принёс? Я принёс картину, которая называется «Мальчик по имени Рождество». Вот на самом деле очень давно не было таких ламповых, семейных, добрых фильмов, картин, которые бы были на новогоднюю рождественскую тематику. Этот как раз идеально подходит для семейного просмотра. Там хорошо раскрывается тема добра, зла, дружбы. Вот. Поэтому если у вас есть племянники, младшие братья, дети, возможно, хватайте их. Смотрите, они не смогут оторваться, потому что, ну, во-первых, выполнена качественно, картинка очень красочная и интересная. А во-вторых, сама история достаточно увлекательна и атмосферна. Ну а что там вообще происходит в этом фильме? Прямо со спойлерами. Не со спойлерами. Ну ладно. Ты знаешь, как зовут Санта-Клауса? Николас. Николас. Сент-Николас. А главный герой – юный Николас. Угу. Ага. То есть это типа история Санта-Клауса ещё до появления Рождества. Да. Это вот предыстория Рождества. Собственно говоря, он так и начинается со слову, то, что Рождество не всегда существовало. Вот вам история, как появилось Рождество. И через что прошлось пройти Николасу, чтобы мы встречали любимый праздник Рождества. Но у нас-то Новый год. Да, кстати, в этом фильме, полумультфильме очень классные спецэффекты, много волшебства, очень много всяких красивых костюмов и сцен. Это скорее сказка, чем фильм, но очень ламповый, очень уютный, выполненный по самым последним технологичным изменениям в мультипликации, анимации и так далее. Чтобы вы понимали, какую атмосферу пытались передать авторы, этот фильм по своему вайбу, по своему настроению очень похож на Полярный экспресс, на рождественскую историю чем-то отдалённо. На щелкунчика. Да, да, тоже, да, абсолютно. Много снега, много игрушек, много красивых. А, там ещё есть говорящий мышонок, такой маленький мимимишный. Да, это такой персонаж, который появляется во многих фильмах и берёт на себя юмористическую часть. Он заставляет детей смеяться. Ну и меня иногда. В общем, собирайте все семьёй и смотрите мальчика по имени Рождество. Следующий фильм «Мистер Джангл» и «Рождественское путешествие». Продолжая тему рождественских фильмов для всей семьи, в котором есть элементы мультипликации, классной анимации, этот фильм тоже подойдёт в этот список. Значит, история заключается в том, что есть некий «Мистер Джангл», он известный изобретатель, который создаёт игрушки, которые оживают и творят магию. В общем, на его счету очень много классных изобретений, которыми он радует детишек и взрослых. И, в общем-то, в этом фильме как раз-таки раскрывается история того, как он творил, что он создал и какие препятствия встретил на своём пути. Так что, если вы любите много песен, много танцев, красивые костюмы, интересные изобретения, спецэффекты, взрывающиеся, я не знаю, сноуболы и прочую магию, то этот фильм точно стоит посмотреть, потому что он очень сильно заряжает. Четвёртый фильм в нашем с тобой списке называется «Охота на Санту». Здесь мы отходим уже от канонов, потому что здесь смешали рождественскую историю, какого-то плохого Санту, боевик Джон Вик. И вот эта вот вся солянка, она создаёт такой, во-первых, новогодний рождественский вайб настроения, а, во-вторых, экшн-сцены, они достаточно высокого уровня. Ну и, собственно говоря, в главной роли Мэл Гибсон. На минуточку. Вообще-то. В роли Деда Мороза, чтобы вы понимали. Да. Человек, который такой говорит, всё, знаете, как в крутых боевиках. Я ухожу в завязку. Я устал, я мухажук. Да, я вешаю свой значок полицейского на гвоздь. Вот то же самое, он хочет повесить пальто Санта-Клауса на гвоздь, но он видит, как один злой парниша издевается над своими друзьями-одноклассниками из очень богатой семьи, на секундочку, и думает, так, ты вел себя плохо, получай уголёк. А ребёнок, который привык получать от жизни всё и даже больше, получив уголёк, просто начинает испытывать ненависть к Санта-Клаусу. И поэтому он нанимает киллера, чтобы тот отправился на Южный полюс и расправился с Сантой. Слушай, это даже хуже, чем Гринш, который ненавидит Рождество. Вот, да. Тут прям персонализированная ненависть, направленная в одного человека и максимально сконцентрированная. Ну и, собственно говоря, за этим сюжетом стоит очень много гэгов, смешных, ироничных моментов. Смотрите, это такой полуторачасовой аттракцион, который поможет вам весело провести время за нарезанием оливьешки. С драчками, махачками, между прочим. С стрелялками и взрывачками. Да, если хочется боевичка на Новый год, то гоу. Ну и завершающий фильм в нашей подборке называется «Восьмибитное Рождество». Мне он нравится особенно, потому что очень сильно подходит под тематику нашего подкаста. Здесь конец 80-х. Потрясающая история маленького мальчика и его друзей, которые больше всего на свете мечтают поиграть в Нинтендо. И, естественно, вместо Нинтендо родители дарят им какие-то бесполезные игрушки. И на семейном совете поднимается вопрос о том, насколько сильно Нинтендо и прочие игры влияют на мозг детей. Ну а детям до всего этого нет, конечно, дела. Им очень хочется поиграть вот в эту игру. И они делают все возможное, чтобы получить желаемое. Они, не знаю, пробираются на какие-то закрытые магазины, пытаясь стащить это Нинтендо. Либо они участвуют в каких-то конкурсах, где главным призом является как раз-таки Нинтендо. Им приходится делать добро людям с их улицы, чтобы выиграть в этом конкурсе. И в итоге, что у них получится, можно узнать из этого фильма. Помимо гонки за Нинтендо, в фильме очень много ностальгии по 80-м, очень много музыки, типа... Такой всей истории. Да, все очень лампово и тепло. И, кстати, главный герой в этом фильме это Нил Патрик Харрис, который в качестве уже взрослого мужчины рассказывает своей дочери о том, как они выживали в 80-х. В погоне за Нинтендо. Естественно, его история прерывается часто на какие-то гиперболизации, юмор и, в общем, полноценная атмосфера ностальгии в этом фильме присутствует на фоне прекрасных 80-х, с прекрасной графикой, с прекрасными костюмами, веселыми детишками, детским, нетривиальным, кстати, юмором. Ну и, возможно, еще раз вспомнить, почему Нинтендо такая классная игра. Я бы сейчас то же самое сделал для PlayStation 5, если бы не два важных фактора. Во-первых, Уголовный кодекс Российской Федерации, а второе, я уже не ребенок. Ты бы пошел куда-то воровать в PlayStation? Нет, воровать плохо, но да. Да, ну, в общем, чтобы ощутить вот это вот детское, не знаю, чистое желание получить что-то, что они так сильно хотят, то можно окунуться в этот фильм вместе со своими друзьями или с семьей. В общем, друзья, готовьтесь к просмотру фильмов заранее. Список наш, пожалуйста, перепечатывайте себе, там вешайте куда хотите, можете в телефоне на заставку, чтобы не забыть, что посмотреть. Очень достойные картины. Также я вам рекомендую обязательно заранее подготовиться к просмотру, найти все необходимые ссылки, оплатить подписки на все сервисы, в которых можно это все посмотреть. Ну и не забыть обязательно оплатить интернет, потому что иначе всякие неприятные сюрпризы ждут вас во время просмотра. А это никому, конечно же, не надо. Интернет и тщательная подготовка к просмотру, это, конечно, хорошо, но интернет сам себя не раздаст. Тут нужно задуматься о качественном роутере, а такие есть у Kinetic. Да, совершенно верно. Так что хороших вам праздников, хорошего вам просмотра, а мы едем дальше и узнаем уже, какую игру принес нам сегодня Данил. А спонсор выпуска Kinetic – роутеры для дома и офиса. Kinetic делает доступ в интернет надежным, быстрым, безопасным и удобным. Подключайтесь к интернету любым способом – по Ethernet, 4G, DSL и оптике. Управляйте роутером из любой точки мира, стройте умный дом, пользуйтесь функциями для бизнеса и расширяйте зону покрытия Wi-Fi с мэш-системой Kinetic. Смотрите каталог роутеров Kinetic и покупайте в один клик по ссылке в описании. Дань? Да. Ну что, что у нас на этот раз? На этот раз у меня телефон. А в телефоне игра, которую я вам принес. Я решил проверить, насколько хорошо вы вообще знаете фильмы. Все фильмы или рождественские фильмы? Абсолютно все рождественские фильмы. Хорошо. Неплохо. Окей. Что надо делать? Я думаю, вы все фильмы неоднократно пересматривали, и середины, и только концовку видели, только начало, и с перерывами на рекламу, и много-много-много разных комбинаций. А что если? Я попытаюсь узнать, как хорошо вы знаете фильмы, если я буду чуть-чуть искажать сюжет и пересказывать с конца в начало. Ну окей. Нам нужно что, отгадать фильм по твоей истории? Да, по описанию. Окей, погнали. Надеюсь, там будет турбомэн. Копы теряют прямо из-под носа двух заключенных, которые прогоняют из дома семью и помогают исполнить желание мальчика. Один дома? Да. Слишком легко. Очень легко. Тогда двигаемся дальше. Следующее. Странный парень дарит всем Рождество, уходит в отшельники очень злой и в течение долгого времени добреет. Гринч. 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 Да, Гринч. 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 Да, Гринч. Так легко? Очень легко. Давай посложнее. Идем дальше. Парень очень долго едет на поезде домой, после чего начинает верить в чудо. Гарри Поттер? Нет. Он сначала верит в чудо, а потом едет долго на поезде домой. Да, да, да. Это фильм с Ургантом. Ой, нет. Но это не русское. Нет. А давай детали подбавь. Ну, искаженных. Чуть-чуть. Спасибо. А, искаженные детали, не мое искаженное лицо. А может быть это полярный экспресс? Да, это полярный экспресс. Молодец. По искаженному лицу всегда все понятно. Итак, следующий фильм. Человек с птичьей фамилией с каждым часом становится все жаднее и жаднее, вспоминая свою жизнь. Бёрдман. Нет. Бенджамин Баттон. Нет. С птичьей фамилией. С птичьей фамилией. Какие есть птичьи фамилии? Курицын. Нет, это было бы слишком сложно. Я ж не настолько... Но фильм русский? Нет. А, птичьи фамилии. С птичьей фамилией каждый раз становится все жаднее и жаднее, вспоминая свою жизнь. Я почему-то сейчас только на птичьих фамилиях. А рождественский фильм? Как очень рождественский. Как Дагарри встретил Салли? Нет. Мы смотрели этот фильм, мы называли его сегодня? Нет, мы его не называли, но я надеюсь, что вы его смотрели. Вы точно слышали об этом фильме. Вообще не единой мысли. Что, сложно? Давай подсказку. Только не лицом, но ртом. Так, подсказку. Хорошо, хорошо. Сейчас дам подсказочку. Какую вам, актеры или что-нибудь сюжетное раскрыть? Сюжетное. Актеры это слишком просто. Давай актеры. Ладно, давай сюжетные, хорошо. Там зима. Круто. Ладно, давай актер. Сюжетную подсказку придумал. Давай. Окей. Он по мере вот этой вот моего рассказа... Я думал, что это он по гороскопу. Мало того, что жадней становится, он еще и бедней становится. Это фильм про Деда Мороза? Нет. Так, а если это в обратную сторону, то есть он наоборот богатеет? Может быть. Но вообще да. Это не помогло. Человек, который богатеет на Новый год. Но это еще и птичья фамилия. Давай актерам. Джим Керри. Гринч? Нет. Опять Гринч? А каких лжец-лжец? Нет. В каких фильмах играл Джим Керри? Рождественских? Маска? Нет. Я вот тоже думал сказать, Маска, но он же не рождественский. Не рождественский. И там, по-моему, и зимы нет. Я вообще рождественских не знаю. Сдаетесь. Да. Это рождественская история. По мотивам. Точно, это же, да, это же по книге. Блин, я его смотрела, очень классный фильм. И там же он щедрее-щедрее становится. Да, точно, а тут же дни и жедни. Данил двояко нам понял идею в обратном порядке пересказывать. Слишком буквально. Это своя интерпретация. Это было неплохо. И финальное. Добряк путает праздники и становится самым страшным. Бэт Санта? Нет. Становится самым страшным? Да. Кошмар перед Рождеством? Да. Наоборот. Ладно. Ну, вообще так и было. Он был лучшим пугальщиком. Ура! Я победила? Да, получается. У вас один-один по рождественским спешл-интерактивчикам. Йес! Ой, друзья, конечно, поиграли от души. Это был подкаст о 17 в 30, Christmas Edition, рождественские спешлы. И с вами в студии сегодня вспоминали свои любимые фильмы и радовались наступлению праздников Даша, Христофор и Данил. Всем пока! Всем пока! Всем jingle bells! Ыхо! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-т-та-ра-та-та! Субтитры сделал DimaTorzok